Хвост 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 И я им показал, что можно и слушать мои пожелания, и все будет нормально. Но он зашел, выиграли, но еще больше сплотил наш коллектив. Если я не ошибаюсь, ну, вернее, я могу чего-то просто не знать, сразу после Na'Vi твой первый опыт игры в команде был в Ашерах, правильно понимаю? Вот ты столько лет играл в Na'Vi, ты, по-моему, там даже какой-то рекорд поставил по привязке к одной организации среди игроков. И вот ты раз попадаешь в другую команду. Что самое первое тебе бросилось в глаза? Вот ты подумал, вот я столько лет играл вот так вот, а ребята, оказывается, вот так вот играют. На самом деле, не в обиду Ашер или Na'Vi, но я попал в чисто аналогичную команду, которая играет без плана, которые, в принципе, хорошие игроки, но они все сами по себе. Кто-то двойками, кто-то там по одному. Но я пришел в этот коллектив, я не чувствовал вообще никак, что вот нас пятеро. Мы один думают об одном, другой о другом. То есть мы даже на линии не могли договориться за 10 кбшек, что делать. Вот, это продолжило у меня дизморали. Я уже начал думать, что где-то проблемы во мне там и так далее. Но попав в Empire сейчас, допустим, я понимаю, что да нет. Ну, то есть все, как я думал, так и произошло. Тут подходят ребята с планом, ну, практически готовятся к каждой команде. И, в принципе, знают, что хотят делать по карте. Ну, и это привык к закономерной победе. А вот последний год, ну, где-то одна из пяти игр у нас была только вот мы, в принципе, все понимали, что и как, и куда. А остальные четыре, ну, да, там линии постояли, а что дальше, ой-ой-ой, бац-бац-бац, и 10 лузов подряд. Да, поэтому, ну, очень приятно, когда ты пришел в коллектив, который уже сформированный, в котором все хорошо понимают, что делать. И, собственно, ты пытаешься дополнить, и тебе помогают в этом. Это круто. А как думаешь, это проблема дисциплины каждого конкретного игрока, или нет просто вот такого волевого капитана, который железной рукой скажет, вот мы делаем это, 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 эти парни играют тем-то, тем-то, и мы их контрим так-то, так-то. Ну, да, нужен ярко выраженный лидер, по крайней мере, для СНГ уж точно. Ну, и в то же время, каждый сам по себе. Извините. Да, каждый сам по себе принимает какие-то решения, и вот, если вы, у вас нет общей картины, то постоянно будет разногласия, и, ну, впоследствии это приведет к тому, что вы проиграете. Тут же, ну, у нас намного меньше в плане разноплановости действий, и в основном там, ну, 3-4 человека имеют одно видение. Ну, и один там кто-то бегает, в основном это не я. Вот. Ну, очень приятно так, что получается, что, по сути, ну, как бы, ты ведешь только механически. И думаешь только изредка, когда там, ну, вот, в нужных ситуациях, а не тратишь время на то, чтобы, вот, там, каждое свое движение обдумывать, и ты, собственно, и по микро проседаешь из-за этого, и много других проблем возникает. Вот. Я рад, что получается играть вот в таком составе, ну, с таким настроением на игру, что ли. Смотри, с момента ухода Пупея из Нави вы сменили... Я не рискнул считать, сколько капитанов. Но неужели все они были так плохи? Или ты кого-то можешь выделить, и с кем-то тебе реально было комфортно играть? Вот кто из всех тех навыщенных капитанов самый вот топовый для тебя после Пупея? Ну, на самом деле, с ФНГ мы не нашли общий язык, и, возможно, там, я каким-то образом не дал ему раскрыться. То есть я постоянно там, ну, что-то мы делали плохо, я говорил ему, типа, Артем, зачем мы это делаем? А он, ну, там, спорили мы очень много, вот. Ну, я тогда был другим человеком, только вот я закончилась, грубо говоря, эра, там, Куроки с Пупеем, где мы с Куроки не сильно ладили. И тут приходит новый парень, который, он тоже был очень упертый. А и вот под конец, когда мы как раз уже, ну, взяли Артура, он об этом узнал и заиграл хорошо. Но Дэнди тогда стал капитаном, а Артем, ну, как, заиграл хорошо. И я понял, что, ну, это была ошибка менять. Но я не могу сказать, что с Артуром мне было плохо. С Артуром было плохо другим людям, которые ссорились с ним постоянно и так далее. То есть опять пришлось менять Артура, но уже не по моей инициативе. Взяли Ваню. По-моему, между Артуром и Ваней никого не было, да? Юлия, я не рискую просто, я запуталась в этих капитанах. Ну, ладно, взяли Ваню. С Ваней тоже было кайфово, но Ваня не играл много в Доту. И ребята сказали, что мы с тобой играть не хотим. Опять же, не моя инициатива. То есть с Артуром, с Ваней мне было приятно играть. А вот на Артема, скорее всего, повлияло на мое вот это вот негативное отношение. Ну, и с ПСМ мне не очень нравилось играть. Мы друг друга совсем не понимали. Ну, и это уже был как закат, грубо говоря, нашего состава того. Никто ни на что, наверное. Ну, по крайней мере, я понимаю его уровень игры и вообще, то есть, желание. Я видел, что мы ничего не добьемся. Ну, так оно, собственно, и вышло. Ваню, тем не менее, сейчас вернули в Na'Vi опять. Как ты думаешь, насколько это грамотно, насколько это перспективно и эффективно вообще? Ну, это их последний шанс, можно сказать. Потому что остались такие игроки, которые... Ну, сначала тянули один алло на себя, потом, как бы, у них не все это получалось. И... Ну, в общем, все так в побеженном состоянии было. И результатов никаких позитивных. Это приводит к унынию. То есть, вот я отдохнул там свои полтора месяца. Ну, и я думаю, что я готов побеждать заново. А ребята, как играли, так они сделали там буквально полторы недели перерыва, насколько я знаю. И потом продолжили свою... Ну, как бы, тогда эру Na'Vi. И они там, да, что-то повыигрывали, потому что, ну, три новых человека пришло. Ну, как бы, два новых, один хорошо забытый старый. Вот. И, ну, вроде как, все у них начало получаться периодически, но сейчас снова пошел спад. То есть, ну, оно так, собственно, и будет. Потому что... Ну, Ваня, если он в скиле поднимется, хотя он играет много сейчас, то вот это будет очень хорошо. Как координатор он, в принципе, нормальный. Ну, вот, сплоченности им не хватает. И не факт, что, ну, те игроки, которые, да, на них, ну, возлагаются большие надежды, что они заиграют вновь. А ты вообще веришь в существование такого понятия, как, ну, любят говорить, ой, вот эта команда только собралась, они сейчас лузают, а потом сыграются и будут всех выигрывать. Есть вообще такое понятие, как сыграться? Или если у людей есть синергия, да, то они начинают играть и сразу чувствуют, что, о, нормально идет. По-разному, да. Да, люди могут сыграться, но нужно очень большое терпение. То есть, с нашим менталитетом тяжело это сделать, потому что найдется всегда один-два человека, которые скажут, ну, типа, ты нам не подходишь, или же, ну, ты, вот, ты не у меха, там, и так далее. Ну, это все очень лайтовых выражений. Рак, нуб. Ну, и дальше, дальше, дальше. Вот. Я не могу сказать, что я не был этим человеком. Сейчас как-то поспокойнее. Вот. Ну, и чем дальше, тем больше таких людей становится. И это не способствует, как бы, сплочению коллектива и тому, чтобы они дальше взаимодействовали хорошо. Это, скорее всего, приведет к развалу. Ну, я не знаю насчет Na'Vi. У них три человека, которых я знаю, вот этих новых. Они все дружелюбные и, в принципе, готовы сотрудничать. Если вот тут Энди, Санейка, ну, и с Artstyle получится с ними найти общий язык, то все может получиться. Вот, в принципе, ты дал понять пару раз за разговор, что ты такой флеймер по натуре. Что ты любишь кому-нибудь что-нибудь сказать, упрекнуть кого-нибудь. Это так? Не то чтобы любю, но я довольно вспыльчив и периодически могу, ну, как бы, да, так. Не совсем в спокойной манере объяснить свои мысли и почему, и чем я недовольен. Вот. Ну, такое было довольно часто раньше. Ну, сейчас вроде как все нормально с этим. А как ты думаешь, это прям вообще супер недостаток, который нужно искоренять? Или нужен вообще-то человек, который прямо честно скажет, чувак, ты тут делаешь вообще не то, ты такой нехороший, и тебе нужно все делать по-другому? Или нужно со всеми мягко, толерантно, деликатно общаться? Нет, ну, вот ту ситуацию, которую ты сказала, что это, в принципе, каждый дотер говорит другому, что вот ты неправильно делаешь. А в моей ситуации это было, ну, то есть прям взрыв эмоций, и ты, 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 вы все, да, ну, в общем, так делать не надо. Да, само собой, нужно выходить на честный разговор периодически, там, пятером собираться и обсуждать, что да как, кто что плохо сделал, откровенно друг другу говорить, ну, что без этого, ну, будут только таиться эти обиды, и впоследствии это приведет к тому, что вы, ну, будете страдать. А так, когда вы, в принципе, выговоритесь, или же вы пойдете на дно дальше, ну, потому что все будут думать, вот он меня там не любит, бла-бла-бла, ну, или же у вас все пойдет наладиться, потому что люди поймут какие-то ошибки, найдут какой-то себе там консенсус и будут продолжать в хорошем свете уже показывать. Ну, мы чуть-чуть все о Нави, о Нави, давай поговорим о тебе. Какой ты вообще видишь свою дальнейшую игровую карьеру? То есть у тебя была, у тебя была мысль роль поменять, например, или вот ты хочешь только на кейре играть? Да, была мысль, возможно, я и поменяю роль, но пока я не знаю, будет видно. Дальнейшую карьеру, ну, хотелось бы продолжать играть, я не знаю, там, как оно получится, захотят ли, ну, Эмпайр, там, дальше какие-то вести совместные переговоры и дела, но я буду играть в любом случае. Если не где-то профессионально, то пока, ну, сделаю перерыв, если не будет подходящей команды. Постримлю, посмотрю, что там, кто из себя представляет, потом, надеюсь, ворваться дальше. А какая роль тебе импонирует больше всего? Ну, я люблю Хардлейн, в принципе. Я люблю, ну, как бы, и взаимодействовать я умею и люблю, но, тем не менее, когда я предоставлен сам себе, я никого не подведу и не ошибусь, ну, если я ошибусь, то я буду винить сам себя только. Вот. Эта роль довольно интересная и она требует, ну, как бы, не такого застоя, что ли. То есть, тут ты стоишь себе крипов бьёшь, если вы всё правильно сделали, то тебе даже, по сути, ничего не надо будет показывать. А вот на оффлейне тебе нужно какие-то выдумывать фишки, как-то там врага разводить, какие-то прикольные моменты использовать, там, смотреть реплей, думать о враге и так далее. Ты больше концентрируешься на саму игру, а не на то, чтобы, ну, просто ты стоишь бьёшь крипов и по шаблону как-то делаешь. Тут, в принципе, я, ну, не могу сказать на сто процентов, потому что я не играл практически никогда на оффлейне. Но мне очень нравится, как это выглядит со стороны. Посмотри, есть мнение, то, что сейчас такая мета, то, что роль оффлейнера вообще в игре очень сильно возросла, потому что мидеры гнобят, на миде 3х3 постоянно стоят, а у оффлейнера, по сути, развязанные руки, он становится тем игроком, который, там, переворачивает игру в какой-то момент. Согласен ли ты с этим, или оффлейн это по-прежнему скромная, там, третья позиция с сапогом и стиками? Не, ну, с сапогом и стиками точно нет, я таким играть не буду. Вот, но по-прежнему идёт упор на сейфлейн и на мид, сейчас, да, там, на миде, в принципе, 2х2 обычно дерутся. Если команда не ставит второго суппорта на мид, то она обычно проигрывает. По поводу того, что, там, ну, прям переворачивают игру, да, там, можно как-то круто постоять, и, опять же, если сам всё сделал хорошо, или враг где-то ошибся, ты его на этом поймал. Но всё зависит от тебя, если ты хорошо подготовился, то ты можешь, в принципе, каждую игру так делать. Вот, но для этого нужно много работать. Я думаю, что я готов много работать и показывать результаты. А как думаешь, из тебя бы получился такой капитан-координатор? Мне много раз задали этот вопрос, я предлагали, но я, честно говоря, так ни разу не попробовал. Пару раз я попикал, и мы все эти игры выиграли, но ничего из того, что я брал, мы, ну, как бы, лично моей идеи не было. Я где-то воровал, комбинировал, ну, собственно, так делают и все, но я не считал, что я, там, прям, какой-то гениальный драфтер. А, ну, люблю я делать или же по максимуму, или вообще не делать. Ну, а если не брать драфт, а брать именно внутриигровую координацию, как думаешь, тебе хватило бы, там, внимания, выдержки на это? Если в какой-то момент сказал бы, а, все, ну, в Ираке, и всё, я пошёл в соло пушить. Не могу сказать, что такого бы не было, вот, но вообще координирую я довольно много, я помогаю ребятам, по крайней мере, если да, там, я, ну, вот, по крайней мере, раньше, когда я рапиры собирал, ну, в принципе, и сейчас это возможно. То есть это было к чему всё, потому что люди начинали идти не туда, а тут я им даю, как бы, большой восстательный знак, что у меня рапира, если мы её потеряем, всё, или вы бегаете со мной, ну, или я покажу вам, как теряется она. Да, и это работало всегда, собирали артефакты типа форстафов, там, ну, тогда не было соло оркеста, лотус орба и так далее, были форстафы, там, и... Этернал Блейды, вот. Ну, да, я делал внимание на то, как стоит поступить. А рапиры, то есть это чисто твоя инициатива всегда была? Или были ситуации, когда тебе там говорит капитан, братишка, нужна рапира? Ну, само собой, что моя инициатива, потому что, ну, могут, конечно, те сказать, всё, давай рапиру тут делай, но это, суть, когда, обычно говорят, когда у тебя 6-4 стоит, и там, ну, собственно, летишь курочке покупать себе айтемы на неё и тебе, давай рапиру такой, о, спасибо. Ну, да, поэтому, ну, в основном, ты сам об этом додумываешься, потому что, ну, другого варианта победить нету. Или же, у меня такое тоже бывало, ты устал уже вот это вот играть, и тут уже, ну, была-не была уже. Так что, да, два варианта есть. Какие у тебя впечатления от текущего турнира? Просто в комьюнити очень любят поругать, пофлеймить такого рода ивенты. Что ты можешь сказать? Как тебе тут? Да, в принципе, обычно, как любой ивент в Москве. И куча, как бы, детей-школьников и так далее, которые, ну, я их всех люблю, но, тем не менее, ведут себя не очень культурно, там, ломают стенды и так далее. Я шел давать интервью, стояли ребята, но они, как бы, не охранники, они просто волонтеры, и, ну... И их сломали? И их, и стенд, и все сломали, очень хотели автограф получить. Ну, я раздал пару автографов, но сказал им, чтобы они так больше себя не вели. Они послушно встали, починили ограду и ушли. Молодцы. Слушай, ну, ты координируешь толпы школьников. Мне кажется, у тебя и с четырьмя дотерами получилось бы, возможно. Да, скоро, в принципе, Литву я смогу завоевать в своей армии. Я думаю, мы справимся с этим, да, ребята? Ну, смотри, помимо, собственно, вот этого ивента, ты еще был в Литве, там был такой же... Влад, в Латвии или в Литве, черт возьми. Значит, я в первый раз правильно сказала. И там был такой закрытый ивент студийный, то есть там не было зрителей. Тебе самому вот как больше нравится, когда есть зрители, когда есть там кричащие дети в зале? Или когда ты спокойно, тихо, без лишнего шума сидишь себе, играешь в тишине? Люблю зрителей, но мне хватает ненадолго. То есть, когда начинается вот такая вот давка и все эти кричат Саша, Саша там и так далее, это не приносит большого удовольствия и приходится, ну, как-то объяснять людям деликатно и не всегда, что будет там какая-то автограф-сессия, там, ну, и я не могу стоять там 6 часов и расписываться. Вот, причем, что они там матерятся друг друга, бьют, там, когда-то пытаются оттолкнуть, чтобы быстрее пробежать. Но я, когда такое вижу, я сразу же ухожу, чтобы она не продолжалась дальше. Потом пишут в ВКонтакте, что хвост ЧСВ, автограф не дал, там, ушел, развернулся, да? Есть, конечно, и такие, но это не объективно, потому что в основном я всегда даю автограф, фотографируюсь, но, опять же, не могу я там сутками стоять и этим заниматься, поэтому всему свое время проводят всякие фотосессии, автограф-сессии, и я всегда на них присутствую, почти всегда, и с удовольствием даю все, что требует от меня. Как тебе опыт аналитика на мажоре вообще? Ты упомянул, что прям все-все игры смотрел, все-все игры разбирал, но вот именно сидеть там на камеру, говорить, непонятно сколько, это вообще тебе было в удовольствие или нет? Да, не так уж и много приходилось работать, в основном нудно было смотреть игры, которые ты, в принципе, не хотел бы смотреть, и, ну, просто сам процесс того, что ты 10 минут поговорил, поработал, оживился, да, там, весь загорелся уже, у тебя куча энергии, потом опять часик сидишь, там, смотришь, а бывают игры затягиваются, перерывы затягиваются, и все, и ты обратно, вот это вот включаешься, выключаешься, довольно сильно морально устаешь. В целом работа мне понравилась, потому что ребята были прикольные, ну, как бы я работал со Смайлом, с НСом, с Габлаком, Жотмом и Факером, всех, кроме Жотма, я знал очень давно, Жотма тоже, но только в онлайне. Я знал, на что я шел, то есть мы проводили круто время, у нас получалось, мы все задумывали, там, обсуждали всякие эти, ну, как оценки ставить в баре, как бы, ну, все было хорошо. И, ну, и, собственно, общий Рухаб, это там Вилаты, ну, и остальные кастеры, вот, тоже приятные очень люди, я, в принципе, всех давным-давно знал, вот, ну, и с такой компанией, то есть можно хоть куда. Единственное, что, ну, больше я заниматься этим не буду, потому что, смотри, как другие играют, там, где-то замечать ошибки, думать, блин, а я бы мог лучше, там, или, ну, и вообще-то мог бы по-другому. Это вот, этого я не полюбил. Это чувство знакомо даже мне. Да? Даже тебе? Когда Артизи на Антимаге играет, да, ты думаешь, что ты... Я думаю, черт возьми, ну, как так можно, не добить этого гриба, господи, я бы с закрытыми глазами просто добила его, да? Вот-вот, я тоже так думал, что Маша бы справилась лучше, чем Артизи на Антимаге. Вот, ну, так что, как единичный опыт, это круто, но больше, если не придется, то, ну, по своей воле, я не поеду аналитиком. Сейчас будет вопрос банальный, но от этого ответ не менее интересен на него. Как ты думаешь, каковы ваши шансы? Я не могу сказать шансы твоей команды, потому что ты скромный стендин в ней, но каковы шансы этим Эмпайр на этом турнире? Ну, мы уже в топ-3, в принципе, ну, это не то, чего я хочу, но второе место и выше... Ну, нет, вообще, я только за первым всегда еду, но, как показывала практика, что мне всегда... Просто приехать за первым местом мало, надо еще выиграть его, да? Да, ну, ребята настроены хорошо, а это... То есть я всегда, если хорошее настроение, я его еще больше повышу, если плохое, я постараюсь поддержать. Тут никого поддерживать не надо, я не трачу свою силу и энергию, мы просто веселимся и играем, как умеем. Слушай, ну, если всякие фотографии по социальным сетям посмотреть, у вас там какие-то супердружеские отношения, там, со всеми игроками, как будто вы 10 лет вместе играете, на самом деле. Это правда так? Ну, ребят, я знаю, ну, все, кроме науфира, довольно давно. Вот, науфир тоже оказался, ну, хоть и тихоней, но таким довольно приятным парнем, там, что-то, ну, шутит себе на папическом языке, я это называю. Ну, я хочу пошутить на языке папича, конечно. Да, вот примерно так это все и происходит. Ну, и у них вообще такое прям общение, все на дотерском сленге. Я, в принципе, с удовольствием... Ты разбираешься в нем, может быть, даже, да? Чуть-чуть есть. Вот. Ну, и так весело оборудим время. Если я устаю, то я просто ухожу там. Ну, по своим делам сижу там в соцсетях, общаюсь со своими друзьями. А так вот из веселого что было... Ну, Алоха, он такой прям шутник-юморист, и везде он никогда не затыкается. То есть мы там идем посидеть в какой-то кафешку, и он там начнет приставать к соседям, ну, то есть в Литве, там, к людям, которые по-русски не разговаривают, там, начнет там... Причем он очень интересный парень, сидит, ну, мужчина и девушка, да, у них там свидание. Мужчина и женщина. Ну, он приставит к мужчине? С мужчиной, да. Женщина, слава богу, этого не видела, но мужик так на него только поглядывал, думаю, да не, не, наверное, показалось. Ну, и я не всегда поддерживаю это, потому что, ну, люди приходят туда. Ну, ему 18 лет, возможно, он тоже, когда подрастет, поймет это. Но он там как бы мешает им и создает неловкую какую-то ситуацию, а может быть потом у него ничего не получится, и... Кого он будет винить? Алоху? Или у нее? Вот. Но один раз мы сидели так же, он начинал что-то там кому-то приставать. Я ему говорю, давай... Ну, а мы уже выходили из группы в Литве, и поэтому, ну, результат игр нас не особо волновал. Я говорю, давай, ты будешь на керри 3, ну, там, 3 или 4 игры играть. Типа, если ты сейчас замолчишь, и больше за вечер, ну, не слышишь ни одного там громкого... Вот она тайна раскрыта-то, а все такие, почему Алоха на керри? Что происходит вообще в игре? Да, ну, и он действительно вел себя прилично. И у нас была система репортов, то есть если он, ну, ведет себя плохо, мы даем ему репорт, и 4 репорта, ну, от нас 4-х, и он смещается на роль суппорта снова. 3 репорта он заработал, но Resolution был на его стороне и все-таки позволил ему. Ну, опыт прикольный, я побегал на бэйне, там, на линии, на еще каком-то, и... Ну, в принципе, я удовольствие получил тоже. Вот, поэтому, учитывая то, что игры ничего не решали, это довольно прикольный опыт для нас всех. Про Алоху вообще классная история, действительно. И у меня новый вопрос возник. Вот, ты реально старше очень многих там игроков молодых, сейчас, к тому же, тенденции из пабов кого-то набирать, то есть очень большая часть сцены это зеленые такие ребята. Каково играть с тиммейтами, которые намного моложе тебя? Ну, если ограничиваться исключительно дотерскими, да, там, темами для общения и вообще, то... В принципе, довольно классно. Ну, а жизни, само собой, у нас разные приоритеты и вообще интересы. Ну, и я вырос, так сказать, не в компьютерное время. Ну, да, само собой, я много играл, но не было такого, чтобы я прям, ну, вот, всю свою жизнь посвящал. Я всегда находил время для друзей, там, для чтения, для гулянок, там, каких-то и так далее. Собственно, что я делаю сейчас. Вот, поэтому не всегда там мне, вот, ну, я скажу, что проводил бы с ними всю жизнь, но какой-то небольшой промежуток времени вполне нормальный, как отвлекся от обыденной жизни. Подожди, то есть ты клонишь к тому, что вот эти молодые игроки, они преимущественно все время проводят за компьютером? То есть ты сделал акцент на том, что вот ты не полностью там за компом вырос, ты находил время на друзей. Ты тем самым противопоставил себя молодым игрокам, которые просто задрачивают 24 на 7? Ну, нет, я сейчас тоже играю много, то есть, но у них, помимо этого, да, там, очень мало людей, которые, ну, там, ходят куда-то гулять, там, по каким-то театрам, в кино даже хотя бы ходят. Вот, у всех есть компьютеры, в принципе, они этим довольствуются, да, там. У некоторых есть девушки, это уже хорошо, это уже похвально, вот. У некоторых девушки пикают даже в командах. Да, вот, ну, то есть, в принципе, я доволен своим коллективом, как был, так и есть. Но почему я это все рассказывал, потому что, то есть, иногда приходит, ну, мне нужно, то есть, пойти пообщаться с моими друзьями, да, там, на какие-то другие темы, чтобы просто отвлечься и освежить свои мысли. Слушай, ну, по-моему, можно еще очень долго говорить на всякие разные темы, но я думаю, будем закругляться. Как вообще, не знаю, может, какие-то приветы хочешь передать? Как ты хочешь закончить свое выступление? Интервью хочу закончить благодарностью вам, фанатам, вообще всем людям, которые меня окружают. Очень тепло до сих пор ко мне относятся, и я рад, что мой уход из Na'Vi не послужил, как бы, проблемой тому, что там как-то все изменится. Вот, спасибо фанатам, очень всегда приятно видеть вашу поддержку, и это чувствуется, и сказывается исключительно позитивно на моей игре, и, надеюсь, игре моей команды. Вот, спасибо всем вам. И тебе большое спасибо, и пока. Субтитры подогнал «Симон»!